Начну с такой важной, на мой взгляд, аргументации. К сожалению, я очень редко наблюдаю у людей истинную любовь к себе. В большинстве случаев я вижу, как семинарами, тренингами, иногда терапией у людей раскачивается нарциссическое начало, эгоцентризм, эгоизм. Но это все как раз, на мой взгляд, не про любовь истинную. И мне хотелось отдельно, в живой теме, поговорить с вами о любви истинной, о самоценности, которая важна для каждого человека, и когда эта самоценность действительно начинает идти изнутри. Поэтому на самом деле, те, кто был на ОДЖ, на потоке самоценности, знают, что для меня самоценность – это такое высшее понимание самодостаточности. Это когда ты имеешь, осознаешь, понимаешь внутреннюю ценность себя. Когда ты перестаешь себя сравнивать с кем-то, перестаешь дать оценки извне, перестаешь заслуживать чье-то внимание или любовь. Когда ты внутри уже находишься в состоянии полной гармонии. Когда эта гармония становится твоим кодом. Помните, как у Анны в код вознаграждения? Быть или казаться, когда вместо того, чтобы казаться, ты начинаешь истинно быть и начинаешь внутри себя нести этот внутренний код самоценности. У меня, я как логик, разложила самоценность на три важных составляющих. Это самодостаточность, наша самооценка и, конечно же, истинная любовь к себе. Любовь к себе. У нас в «Клубе Жить Жизни» есть ролики, посвященные самодостаточности. И те, кто читал мои книги, не первую только «Жить Жизнь», а всю трилогию. Помните о том, что я говорю о том, что самодостаточность приходит, когда мы проходим пять этапов, хотя бы три. Это познать свои комплексы, познать своих демонов, как я часто говорю. Второе – научиться ими управлять. Третье – познать свою самомотивацию, что для вас важно, к чему вы стремитесь, чем вы готовы заниматься, найти свою миссию, свое дело. Следующий этап – видеть комплексы других. Когда мы проходим три этапа самодостаточности, то тогда мы перестаем видеть в других людях то, что есть в нас. Есть эта любимая тема для манипуляции у манипуляторов, когда они говорят «ты видишь во мне то, что есть в тебе». Когда ты становишься самодостаточным, это уже чужие демоны не имеют к тебе отношения. Ты просто их видишь и принимаешь для себя решение, я готов ты с ними взаимодействовать или нет. И пятое – это научиться управлять комплексами других. Но не с целью порабощения, а как раз с целью понимания для себя, готов я взаимодействовать с этим или не готов. Нужно мне это или не нужно. То есть, когда ты понимаешь, когда ты начинаешь смотреть на мир не через себя и не через призму розовых очков, приходит определенная реальность, которая дает тебе масштабное поле выбора. Поле выбора в твоих верных решениях, которые делают твою жизнь лучше. Поэтому это такой этап самодостаточности. Я тоже к этому всему пришла не сразу. Сначала я шла к самодостаточности, потом я пошла к этапу самооценки. И для этого мне понадобилось стоять очень много в стойках ТТО, для того, чтобы эту самооценку внутри себя воспитать. И потом уже пришла, конечно же, к пониманию любви и истины. Сама оценка – это я и моя внутренняя оценка. Здесь внимание. Я хочу сделать очень важный акцент, что самое важное в нашей самооценке – не то, что мы заявляем, а как мы проявляемся в отношении себя. И какую обратную связь мы слышим извне. Что это значит? Это значит, что так или иначе, когда мы взаимодействуем с обществом, с людьми, с друзьями, с мужчинами, женщинами, у кого как в отношениях, мы всегда получаем обратную связь по нашей внутренней самооценке. То есть, грубо говоря, что у каждого из нас есть определенный внутренний код, определяющий, как с вами можно общаться, а как с вами общаться нельзя. Вот. Поэтому я и самооценка, да, я плюс моя самооценка, я плюс моя внутренняя оценка себя. Это как раз про наши внутренние программы. Какой я себя считаю или каким я себя считаю на бессознательном уровне. Я считаю себя успешным, или я считаю себя жертвой, я считаю себя красивым, или я считаю себя некрасивым, я считаю себя мудрым, или я считаю себя глупым, я считаю себя, не знаю, успешным, или я считаю себя бедным. То есть, вот этот внутренний код, который формируется в результате очень многих наших бессознательных причин на протяжении нашего внутреннего накопленного опыта в бессознательном. То есть, я часто привожу этот пример, но наш мозг, это, знаете, как программное обеспечение, там, Windows или iOS, да, когда мы имеем ряд определенных программ и технических возможностей для восприятия решения тех или иных задач и восприятия мира. И наша машина либо способна на что-то, либо не способна, потому что у нас закачана та или иная программа. И, как бы, нам придется, предстоит так или иначе, я вам сейчас подведу, кратко об этом подумать во время прохождения этого курса, да, живой темы на тему истинной любви. И любовь к себе, на мой взгляд, сегодня, это уже на уровне действий, состоящее действие на уровне уважения, доверия, заботы и восхищения в отношении себя. То есть, внимание, доверие, уважение, забота и восхищение на уровне себя. Я знаю, что я в разных видео об этом говорила, но говорить нужно еще больше, потому что люди – это не слова. И, к сожалению, одно из самых страшных осознаний в моей жизни в свое время стало, что, по большому счету, мужчина относится ко мне так, как я отношусь к себе внутренне. И когда я говорю об уважении себя, это значит, насколько я чувствую свои границы, умею ли я говорить о том, что мне неприятно или больно, или плохо, напрямую, да, не в надежде, что кто-то догадается, или еще такая вторая тема, надо терпеть, я боюсь обидеть. Вы задумываетесь над тем, что сегодня до сих пор, в 21 веке, очень многие мужчины и женщины, находясь в отношениях, боятся сказать своему партнеру, потому что есть страх потери, страх обидеть мужчину или женщину. Естественно, это про разговор, который когда-то был заложен в детстве. Говорить или не говорить, что за этим последует, все истоки как раз растут оттуда, но тем не менее это ненормально. Знаете, иногда я получаю письма, где мне пишут там, у меня здоровые отношения, у меня нет манипуляции, у нас мы друг друга созидаем, все отлично, но как вы думаете, почему он не поздравил меня с днем рождения? Почему вы спрашиваете об этом? У меня должны пойти к своему мужчине и задать ему этот вопрос. То есть, вот это как раз про наше внутреннее уважение к себе, когда мы принимаем решение больше не накапливать внутри себе негативных эмоций, когда мы перестаем бояться конфронтации, когда да, мы научились следить за формой выражения нашего какого-то внутреннего претензии, я не люблю это слово, а когда мы чувствуем где-то ущемление, то есть мы не уходим в форму негатива, мы делаем это мягко, это, кстати, отдельно можно посвятить этому уроку в клубе «Жить жизнь». Всегда очень нужно следить за формой, потому что когда вам постоянно кажется, что кто-то нарушает ваши границы и вы в агрессивной форме это отстаиваете, это как раз про страх нарушения границ и про вашу гордыню, потому что человек самодостаточный всегда будет выбирать мягкую форму. Так вот к чему я это говорю? К тому, что уважение начинается не со слов «Ты меня уважаешь, я тебя уважаю». Уважение это всегда начинается с наших внутренних действий в отношении себя и понимания того, как с вами можно, а как с вами нельзя. Это очень-очень важный момент.